Продолжаю свои взгляды из Украины на матчи российских команд. 20 сентября 2021 года. Рубин, Казань, Зенит, Санкт-Петербург. Восьмой тур РПЛ 2021-22. Все основные события матча развернулись до перерыва. Зенит, уяснив для себя в первые 20 минут, что может предложить лидеру чемпионата России. Татарский клуб по-хозяйски взялся в гостях решать вопрос победы. На 25-й минуте Дзюба любезно воспользовался пасовым Клаудиньо и от всей души запулил мяч в девятку. И пока футболисты Рубина пребывали в прострации после пропущенного гола, Зенит быстро забил второй. На сей раз Клаудиньо сам засандалил издали. 2-0 на 29-й минуте. Хозяева пришли все же в себя и постарались сыграть с позиции силы первым номером. На чем и подловил Зенит. Стремительная контра. Мяч дошел до Дзюбы. 3-0 на 43-й минуте. Все надежды Рубина на вар-проверку ни к чему не привели. Все, чем запомнился второй тайм, это автоголом Чистякова на 67-й минуте, после чего Зенит снова заиграл всерьез. Дальше была яростная тирада Леонида Слуцкого, несогласного с решениями судьи, за что тренер Рубина увидел перед собой красную карточку. Зенит уверенно довел матч до победы, хотя нужно признать, Рубин как мог брыкался, но все же гости из Санкт-Петербурга выглядели предпочтительнее и заслуженно увезли из Казани три очка. Дзюба герой, Клаудиня молодец. Весь матч провел бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий. Сыграл надежно, без срывов в обороне, что позволило Зениту больше одного мяча не пропустить. 3-1. Питерская команда набирает 20 очков и уверенно лидирует в чемпионате России. А с вами был Саныч, до новых встреч!